Друзья, всем привет! Сегодня я вынесла отдельным видео рецепт очень вкусного лимонного бисквита. Он получается нежным, воздушным, с очень приятным вкусом и ароматом лимона. Хорошо поднимается, получается высоким, красивым, удобным в работе. И не сказать, что он универсальный на 100%, но то, что он подойдет ко многим самым разнообразным тортам, это точно. У меня на канале уже есть рецепт очень вкусного цитрусового торта с этим бисквитом. И я вам очень рекомендую попробовать этот торт. Также в ближайшее время я планирую приготовить еще один торт с этим бисквитом. И думаю, что даже не один. И надеюсь, что вам этот рецепт пригодится. Давайте готовить. Ингредиентов для этого бисквита понадобится немного, и они самые простые. И в первую очередь нам нужно будет подготовить цедру и сок лимона. Снимая цедру с лимона, надо стараться, чтобы снималась только верхняя цветная часть, не задевая белую. Тогда цедра не будет давать горечи. Вот таким белым остался лимон после того, как я сняла цедру. Белая шкурка осталась нетронутой. А вот такая получилась сама цедра. Затем лимон режем пополам, хорошенечко из него выжимаем сок, процеживаем его через ситечко и отвешиваем на весах нужное нам количество для бисквита. Далее подготавливаем сухие ингредиенты. К заранее просеянной муке добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем венчиком. Пока отставляем. Теперь займемся белками. Начинаем их взбивать на невысокой скорости миксера. Отделяя белки от желтков, важно, чтобы ни капли желтка не попало в белки. Также важно, чтобы чаша для взбивания и венчики миксера были обезжиренными, сухими и чистыми. Когда белки взбились вот в такую легкую пену, не прекращая взбивание, начинаем подсыпать половину сахара от указанного в рецепте. Вторая половина нам понадобится для взбивания желтков. Когда добавили всю необходимую часть сахара, продолжаем взбивать массу. Она должна значительно увеличиться в объеме, стать пышной, светлой. Сахар должен полностью раствориться. Но масса должна продолжать оставаться эластичной. То есть не нужно взбивать массу до стойкого состояния. Вот такой вот она должна получиться. И теперь с оставшейся половиной сахара нам нужно очень хорошо взбить желтки. Можно взбивать на высокой скорости. Масса в результате значительно посветлеет и станет объемнее. Ко взбитым желткам добавляем растительное масло без запаха. И при помощи миксера хорошо перемешиваем. И теперь взбитые желтки добавляем ко взбитым белкам. Сразу к ним добавляем лимонный сок и лимонную цедру. И при помощи лопатки буквально в несколько движений объединяем массы. Долго не вымешиваем. И в конце добавляем сухие ингредиенты. И аккуратно при помощи лопатки движениями снизу и вверх объединяем массы, одновременно прокручивая чашу. Нужно постараться как можно быстрее объединить тесто, но при этом не делать это слишком агрессивно. Важно максимально сохранить объем, а от каждого лишнего или грубого движения объем будет теряться. Вот таким получается тесто и будем сразу же его выпекать. Духовка обязательно должна быть заранее разогрета. Температура выпечки 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. В моей духовке такой бисквит выпекается около 35-40 минут. Время в наших с вами духовках может отличаться. Вот таким высоким, красивым получился бисквит. Он очень вкусно пахнет. Теперь ему нужно дать остыть на решетке. Также его можно остужать в перевернутом состоянии. Вот так. Фольгу с донышка лучше снять сразу, чтобы во время остывания влага в бисквите распределялась равномерно. И когда форма остыла, аккуратно достаем бисквит. И вот таким ровным, аккуратным, красивым получается бисквит. Сейчас нам его нужно будет завернуть в пищевую пленку. И на несколько часов оставить в холодильнике, чтобы он окончательно стабилизировался. И затем с ним будет очень удобно работать. Перед тем, как разрезать бисквит на нужное количество коржей, нужно снять верхнюю корочку. И мне всегда удобно затем перевернуть бисквит вверх дном и уже делить его. В зависимости от того, какой торт вам нужен, этот бисквит очень хорошо делится как на 3, так и на 4 коржа. Вот таким вот красивым бисквит получается в разрезе. У меня получилось 4 вот таких вот коржа. И, кстати, вот эта боковая корочка очень легко снимается пальцами. И в результате коржи получаются очень аккуратными. И, как я уже сказала, на канале есть рецепт очень вкусного торта с этим бисквитом. Будет еще. А если вы приготовите свой торт с этим бисквитом, то обязательно делитесь в комментариях, что это будет за торт. Ну, а у меня на этом все. Друзья, я, как всегда, благодарю вас всех за внимание. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok